Десять лет он отдал заводу, построил успешный бизнес и работал в Верховной Раде. И главный вывод, который он вынес из этих активных лет – хорошо относиться к людям и высоко цени принцип справедливости. Диалог с народным депутатом Украины седьмого созрева известным запорожским политиком и общественным деятелем Сергеем Кальцевым в этом выпуске программы «Личность». Сергей Кальцев, 55 лет, известный запорожский политик и общественный деятель. Родился в Бердянске. Окончил Ростовский институт сельскохозяйственного машиностроения, инженер-механик. В 2002 году получил диплом МВА, квалификация «Мастер делового администрирования» в Высшей школе корпоративного управления при Московской академии народного хозяйства. Служил. Первое место работы – слесарь-ремонтник Бердянского завода дорожных машин. Почти 10 лет отдал работе на производстве. После этого около 15 лет занимался предпринимательской деятельностью. С 1998 по 2006 годы коммерческий директор запорожской компании «Александр». Трижды избирался в состав Запорожского областного совета. Представлял интересы Запорожского региона как народный депутат Верховной Рады 5 и 7 созывов. В настоящее время возглавляет Запорожскую областную организацию партии «Наш край». Известен своими социальными и благотворительными проектами. Поддерживает социально незащищенные семьи, ветеранские организации, православную церковь, учреждения здравоохранения и образования. За вклад в экономику награжден Орденом за заслуги третьей степени. За вклад в развитие Запорожского края Орденом третьей степени Запорожского облсовета. Женат супруга Кальцева Любовь Ивановна медработник. Сын Юрий окончил Киевский институт международных отношений предприниматель. Сергей Федорович, мы вас рады снова приветствовать в программе «Личность». Вы знаете, первый вопрос, который я хочу задать, связан с актуальным проектом, которым вы сейчас занимаетесь. Политический проект «Партия «Наш край». Что в ее основе? Какие принципы вам, скажем так, симпатизируют и стали аргументом для вас? И можно ли сказать, что сегодня это, наверное, какой-то главный проект в вашей жизни? Мы до последнего момента не хотели создавать партию. Думали идти на выборы общественной организации «Наш край». Но принятый закон о выборах резко изменил ситуацию. И мы вынуждены были, я бы даже сказал, не создавать политическую партию «Наш край», а просто объединять на местах людей. И партия в короткое время из регионального проекта переросла во всеукраинский проект. В чем отличие нашей партии? В партии нет вождей олигархов. Это ключевая составляющая. В свое время многие из нас, находясь в политике, наелись вот этими предложениями, когда мы не могли в некоторых случаях самостоятельно принимать решения. Это проблема многих украинских партий. Партии, которые заточены на вождей, на олигархов, которые управляют в том числе вождями, это партии, которые делят страну на богатых и бедных и нищих. То есть благодарим в том числе не возникает средний класс. То есть основа экономической состоятельности любой страны. Это очень серьезная проблема для Украины. И Украина сегодня, наверное, не созрела для того, чтобы партией управляли определенные люди. Там один человек. То есть в партии сегодня во власти находятся многие партии, которые имеют своих лидеров. Но давайте посмотрим 24 года независимости. Что достиг простой партийственной громадинеты? Простой украинец. Он что, живет лучше? Нет. Есть хорошая социальная защищенность? Нет. Наши пенсионеры, ветераны, дети войны, которые отстраивали страну, которые, ну, ведь их жизнь была очень сложной в послевоенные годы. Что они сегодня заслужили? Полторы-две тысячи ревен-пенсии. Нищенское существование. Партия, наш край, это партия равных возможностей. Лидера нет, вождей нет. Решение принимается коллегиально. Мы сможем контролировать друг друга. Нет и не будет? Не будет. Для меня это было принципиально. Если в партии, наш край, не дай бог, появятся вожди или олигарх, я вду с этого проекта. Вы в том числе были народным депутатом Украины. Вспомните это время и эту работу. Вот ваши идеи, ваше видение развития государства вам удавалось реализовывать там? Или это все-таки, ну, скажем так, иллюзии некоторые? Сказать, что все удалось сделать, конечно, нет. Если люди недовольны своей страной, своим правительством, Верховной Радой, это говорит о том, что политики не отрабатывают ситуацию так, как они должны были отработать. Вместе с тем, на своем уровне, все, что мог я делать, я делал. И я баллотировался в свое время от Ленинского, от Заводского района. В 2012 году я выборы выиграл. В 2014 проиграл, там 2% разница. Но, тем не менее, я могу привести статистику. 6 тысяч вопросов, в том числе с учетом коллективных обращений, это то, что обрабатывал я и мои службы юридически, и не просто, в течение года. Каждый год. Процент решения от 75 до 84%. То есть от 4 до 5 тысяч вопросов, это те вопросы, которые мы решали. А теперь, внимание, 99% вопросов, которые мне задавались, это вопросы, которые касались работы исполнительной власти, ненародного депутата. Думайтесь. То есть люди идут к народному депутату, как к последнюю станцию. Решение проблем по дому, протекающие крыши, аварийные подъезды, аварийные коммуникации, лифты, благоустройство прилегающей территории, дороги и так далее. Это уже отчаяние. Мы занимались во многом несвойственной деятельностью, которая, в общем-то, не изжит в плоскости обязанности народного депутата. Но я никому не отказывал. Я четко понимал, что люди идут к тебе, как к последнюю станцию. И мы эти вопросы решали. Мы работали с мэром, мы работали с депутатским корпусом, мы работали с коммунальщиками, мы работали со всеми службами, которые занимаются обеспечением жизни города, жизнедеятельности города. И нам во многом удавалось эти вопросы решать. С Сергеем Федоровичем Кальцевым я знакома уже более 15 лет. В течение всего этого времени Сергей Федорович Кальцев помогал в нашей больнице. Знаете, вот если бы попробовать несколькими словами, вот с моей точки зрения, характеризовать его характер, я бы сказала, что главной его чертой характера является огромная ответственность за свои поступки, за людей, которые ему верились, за их судьбы, за их благополучие и еще огромная любовь к городу. Мне кажется, главное, что его сегодня характеризует, это обязательность. Если он дал слово, он его выполняет. На протяжении ряда лет я часто всегда встречал Сергея Федоровича в кабинете у мэров, когда он ставил государственные вопросы, жизнедеятельности города и ветеранов в том числе. И мы всегда находили в этом вопросе поддержку. Он чувствует настроение ветеранов и откликается на них, не просто делая какие-то дела, а делая это с глубоким чувством и от сердца. Во время его первого пребывания в Верховной Раде ему удалось привлечь очень существенные инвестиции в здравоохранение для повышения социальных стандартов здравоохранения. Он тогда приложил очень много усилий, и как бы мы не очень верили, что получится, и было огромное удивление и радость, когда в конце 2006 года в больнице Запорожья пришли очень существенные средства. Тогда все больницы закупили и продукты питания, и медикаменты, и мягкий инвентарь. Это была прямая, непосредственная заслуга Сергея Федоровича. Если бы вы сегодня принимали некие законопроекты, чего бы он касался в первую очередь? Или изменяли? Первые законопроекты, это законопроекты, направленные на социальную защиту нашего населения. Это наши пенсионеры, дети войны, ветераны. Это первое, что нужно сделать. В свое время я разработал вместе с нашей городской ветеранской организацией закон о ветеранах и ветеранская организация. Это очень важный законопроект. К сожалению, он не был поддержан большинству. Но мы пытались систематизировать многие законы, которые в свое время были изданы на Украине на протяжении десятков лет, в один. Для того, чтобы ветераны четко понимали, какая у них есть система льгот, какая социальная защита, чем им обязано государство. Следующий законопроект, который мне бы хотелось, чтобы за него проголосовали, это поддержка молодежи. Сегодня очень много проблем с трудоустройством. Очень много. Мы четко понимаем, что происходит в экономике страны. Падение уровня экономики автоматом отражается на сокращении рабочих мест. А те молодые люди, которые выходят в жизнь, они не чувствуют поддержки со стороны государства. И только самые конкурентные из них устраиваются. То есть нет на уровне государства поддержки, социальной поддержки молодежи. Вы заговорили о молодежи. Вичный вопрос. Чем занимается сегодня ваш сын? Вы столько довольны тем, что он реализовался в жизни? Сын закончил несколько лет назад институт, факультет международной экономики. Я работал на предприятиях несколько лет, а сегодня пробует самостоятельно себя в бизнесе. Бизнес очень жестко, конкурентно ориентированный. И поверьте, там нелегко. Там нелегко даже работать в нулевом балансе, когда доходы совпадают с расходами. Вместе с тем консультационно я ему оказываю помощь. То есть у меня есть определенный опыт ведения бизнеса, есть какие-то общие стандарты, и я ему это передаю. То есть периодически он ко мне обращается, мы встречаемся и уверен в том, что те знания, которые ему дают, они однозначно ему помогают. Но я знаю, что он уже во многом превзошел меня. Я помню себя таким, когда я женился. Когда я женился 27 лет, мне денег стало катастрофически не хватать. И все, жизнь поменялась просто в одночасье. Вот как знаете, какой-то тумбляк. Переключился, все. Это была ваша школа жизни. Вы о ней заговорили об этой важной для мужчины, для каждого мужчины, школе жизни, которой проходит сейчас ваш сын. И вы уже упомянули, что вот 27 лет создание семьи, и вам нужно было становиться другим человеком. Что еще вас поменяло? Что еще вас закалило? Что вас делало таким, каким вы являетесь сегодня? Я знаю, что вы на заводе работали 10 лет. Это так? Да, первые 10 лет моей трудовой деятельности. Это заводы. Изначально образование техникум машиностроительный. Потом институт цельхозяйственного машиностроения. Уже потом, в 2000-х годах, МБА в Москве, высшая школа корпоративного управления. Это было принципиально получить такое образование? Да, вы знаете, если бы я получил экономическое образование не в 2002 году, а в 88-89 году, когда я закончил институт, возможно, я бы не совершил в бизнесе много ошибок. А так получилось, что мы набивали шишки через свой собственный опыт, а нужно было всего лишь получить знания необходимые, пройдя соответствующее обучение. Закончив институт, я еще определенное время работал на заводе. Ну, я говорю, очень ключевым фактором это было, когда я женился. То есть это действительно поменяло мою жизнь в течение одного мгновения. То есть возникла ответственность. Самое главное, вот мы, наверное, будем об этом говорить еще, это ответственность. Когда появляется ответственность, и когда человек себя чувствует ответственным, ответственность есть у всех. Вопрос, как он ее воспринимает. По-фигистски? Или все-таки начинает отвечать по своим обязательствам? То есть если ты взял на себя определенные обязательства, их надо выполнить. То есть совершенно другая жизнь. Я сознательно ушел с завода с хорошей работой. Я по тем временам получил от 350 до 500 и больше рублей, работая по 12 часов в день, там внеочередные, скажем так, были. Это было ваше решение? Или все-таки тут еще были какие-то общения, какое-то общение с супругой, да, что вот надо идти? Или это сугубо вот ваше понимание? Нет, это было мое решение. Это было мое личное решение, ну если создалась семья, она должна быть обеспечена. То есть это задача мужчины. То есть вы решили, что того, что вы имеете на сегодняшний день, мало на тот момент? Да, я жил один, мне денег не хватало. Когда я женился, мне стало катастрофически не хватает. Вы не один такой? Поэтому... Вы не один такой, в такой ситуации сталкивается? Каждый мужчина должен принять решение. Я считаю, что мужчина, как глава семьи, должен ее внешне защищать. Женщина, как глава семьи, должна защищать ее внутренне. Вот такой баланс у нас сегодня есть в наших взаимоотношениях. Для него очень важна его семья, его близкие, его родные. Это, конечно, всегда важно. Но вот смысл жизни – это что-то изменить в жизни, что-то сделать лучшее тоже, сделать ее более гармоничнее. Все мои, скажем так, движения в сторону самостоятельного ведения бизнеса, они не были какой-то легкой дорогой. Тоже малое предприятие, там, 3-4-5 человек производства мягкой мебели, мы занимались производством. Те же, там, пальцы есть отрезанные, недорезанные. Производство с нуля, да? Это не купи-продай это производство. Нет, это все было с нуля. Но я жил, на самом деле, в иллюзиях. Я думал, что для производителей будут какие-то льготные законы, которые поддерживают производство, ничего подобного. Такого РФК, когда вы вдруг получаете какие-то огромные масштабы, объемы денег, такого не было, да? Это был постепенный, постепенный рост. Родители – простые люди. Что могли они нам дать, они нам дали. Они нам дали какое-то базовое образование, они нам привели определенные черты характера. А дальше – это реализация того потенциала, который был дан родителями и природой. Господом Богом, можно и так сказать. Вы мне говорили о том, что в любом бизнесе, в любом деле, очень важно уметь правильно и человечно относиться к другому человеку, к людям. Вы это взяли на вооружение с самого начала? Ну, я четко понимаю, что 21 век – это век коммуникации. Если ты научился выстраивать отношения с людьми, я уверен, что у тебя все в бизнесе получится. Отношения внутри фирмы, с сотрудниками, отношения с партнерами, чем бы ты ни занимался, производством, торговлей, то есть оказанием товара в работу слуха. То есть это главное. Человек, который выстроил коммуникации и знает, какими пользоваться, человек, который соблюдает баланс в коммуникациях, он многого достигнет. Это просто нужно понимать. Вот эта человечность и понимание того, чего хотят люди. Удалось ли сохранить, придя в политику, и потом уже верховную раду Украины? Ну, не секрет, все мы знаем, что там бывают моменты, когда о человечности очень сложно говорить, какие-то дискуссии очень острые, ну, очень мало бывает, очень мало какого-то уважения друг к другу. Как вы вели себя в таких ситуациях? Как вы отстаивали свою точку зрения, оставаясь при этом самим собой? Украинская политика – это проблема на самом деле. Это можно поставить точку. Да, это есть в двух словах. Если более предметно, в каких бы условиях ни находился человек, если что-то в нем есть, если у него есть стержень, он всегда останется человеком. Все нарушения, вот все, что отлично от баланса, оно однозначно к человеку возвращается, где бы он ни находился. В политике очень сложно остаться порядочным человеком, к сожалению, к огромному, особенно в украинской политике. Вместе с тем им можно быть и остаться. Я часто отказывался от каких-то преференций, начиная от голосования, заканчивая многими другими вещами. Ну, какие преференции? Ко мне приходили, там просили, проголосуйте за этот законопроект. Мне мои юристы, аналитики дают информацию. Он не лежит в плоскости интересов жителей Запорожской области, нашего региона. И не просто нашего, любой другой области. Я говорю, подождите, ребята, я не буду голосовать за этот законопроект. А почему? Ну, ты же пошел там, там, так далее, партия и все остальное. Я говорю, подождите, я шел мажоритарщиком. Мой рейтинг был выше рейтинга партии. Я за собой тянул партию. Я вам ничего не должен. Безусловно, непростое время, непростое для очень многих людей, для многих очень непонятное. И, наверное, в таких ситуациях человеку нужно во что-то верить. Во что верите вы? Что является вашим таким вот духовным каким-то парусом, который позволяет вам все-таки не терять надежду и двигаться вперед? Непростой вопрос задали. Как и каждый нормальный человек, я все-таки верю в справедливость. Я верю в Бога, я верю в то, что есть. Добро верить? Добро победит его или это все только наши мечтания? Я верю в добро. Иначе мы бы не боролись. Ведь самое легкое – это просто уйти и не пытаться что-то изменить. Это самое простое. Замкнуться в себе. Вот пусть как оно было, так оно и будет. Пусть люди не ходят на выборы, пусть люди не голосуют раз в пять лет, когда у них появляется законное право изменить ситуацию в стране. Можно и так, в общем-то, поступать. Но это не для нас. Я привык жизнь свою вести активно. Если есть хоть малейший шанс что-то сделать, для себя я, в принципе, все давно сделал. Но мне интересно проявить себя не просто для себя родного, для своей семьи, но для общества, в котором я живу. И это касается, в первую очередь, жителей нашей области. Тогда мы за это начинаем бороться. Могу сказать, что человек очень целеустремленный человек, очень разносторонний, грамотный, одаренный. И он очень погружен в работу. Он всего себя отдает работе. Так сложилась жизнь, что он последнее время только работой. Для него это самое главное. И на все остальное практически не хватает времени. Он настолько уходит в любимую работу, что для него это становится смыслом жизни. Я, когда встречаюсь с Сергеем Федоровичем, у меня создается такое впечатление, что он постоянно занят какой-то работе. Вот он постоянно активничает. И у него на то, чтобы разговаривать на пустые темы, у него времени нет. Вот когда встречаешься с ним, так, давайте по порядку. Первое, второе, третье. Закончили, закончили. У меня еще то, у меня это. То есть это говорит о том, что человек востребованный. Всеми категориями, не только ветеранам. Всеми категориями. Я не могу не гордиться своими детьми. Не то, что я просто хочу сказать, что у меня хорошие дети. Нет. Они добились много. И мы нам, как для родителей, мы этому рады. И рады то, что они очень помогают людям. Вот это самое главное, что сейчас помогать людям и никогда не забывать про эту жизнь, которая сейчас существует. Для вас большое значение, мило, вера и православная церковь. Вы помогали очень многим проектам. Сегодня хватает на это времени? Занимаетесь этим проектом? В бери возможности мы помогаем. Конечно, помогаем. Веру человек не меняет, поверьте мне. Человек, который ни во что не верит, человек, который живет без принципов, человек, который живет, защищая себя родного, но не жертвуя чем-то в интересах общества, это человек без будущего. Мы можем, не нарушая нашей системы ценностей, не разрушая ее, взять все лучшее, что есть в мире и культивировать в Украине. То есть в этом задача правительства, в этом задача президента. То есть создать такую страну, которая могла бы нормально и спокойно жить. В Украине на самом деле все для этого есть. Все есть, поверьте мне. От российской зависимости на газ в течение ближайших 5-7 лет мы избавимся. Уже петух клюнул. И не один раз. Поверьте мне, нам сейчас важно просто сохранить нашу Украину. То есть нужно уйти от этого выяснения, от этих отношений. Кто больше не прав. Каким образом, Сергей Федорович? Каким образом решить вопросы? То, что мы называем войной, в принципе, это уже официально называется войной среди населения. Как решить конфликт на Данбассе? Когда и каким образом закончить? Я понимаю, что это глобальный вопрос, но, может быть, у вас были какие-то мысли на отсчет. Когда я был депутатом Верховной Рады, мы три раза голосовали за амнистию. Амнистия давала возможность двум воюющим сторонам разойтись. Что сегодня происходит? Сегодня достаточно много ястребов в кабинете министров и так далее, в депутатском корпусе Верховной Рады, которые не навоевались. Хотите воевать, берите оружие, идите на фронт. Там вас ждут. Но они что-то говорят, но ничего не делают. Они по-прежнему настроены на войну. Минимум надо сесть за стол переговоров и научиться слышать и слушать друг друга. Надо в строчнейшем порядке остановить эту войну. Очень плохо, если этот конфликт перейдет в разряд завороженных, когда он годами, десятками лет не будет решаться. Ведь там же наша Украина, в Донецкой, в Луганской области. Нам нужно сделать все, чтобы вернуть этих людей. Я за целую, за единую, за неделимую Украину. Это моя гражданская позиция как человека, как народного депутата, когда я был. Но я четко понимаю, что сегодня украинский политикум не дорабатывает к части мира. И это его проблема. Они еще не навоевались, а страдают люди. Это огромная проблема для всей страны. В этой всей ситуации, где вы много работаете, всегда по жизни. Где место вашей любви? Это и имя в данном случае, да, вашей супруги. И в целом личной жизни, вашей неформальной жизни, вашей жизни как мужчины, как счастливого супруга отца. Сказать, что все гладко, конечно же, нет. Потому что активность в общественной жизни, она автоматом бьет и по семье. И моя жена, как настоящая женщина, периодически предъявляет мне претензии, что я уделяю ей мало внимания. На самом деле она права. Поэтому, пользуясь случаем, я приношу ей глубочайшие извинения. Я понимаю, что я не прав. Потому что перекос в сторону общественной жизни, активной жизни, деловой жизни, он однозначно наносит ущерб семейным традициям, ценностям. Вместе с тем она меня понимает. Вы чувствуете, что вас любят? Да. Я в этом уверен. И здесь у нас полный баланс. Поэтому, все-таки, несмотря на то, что она мне это постоянно говорит, она и понимает, что изменить меня сложно. И здесь люди должны научиться подстраиваться друг по другу. Она очень активная по жизни женщина. Она мне говорит, ну я же тебе рассказываю о семье, о том, что происходит в семье, чем я занимаюсь. Тебе же неинтересно. Я говорю, ну как мне неинтересно? Я говорю, не представляешь, мне на самом деле это очень интересно, потому что меня это отвлекает от той рутины, в которой я нахожусь изо дня в день. То есть это то, что на самом деле приятно обсуждать. Вы любите находиться дома? Для вас дом – это крепость? Друзья, на себя какие-то полномочия, может быть, да? Помогаете с кровью? Я стараюсь находиться дома, по мере возможностей. Ну куда? Ну, понятно, домой прихожу, до чего. Для вас это ваша крепость? Конечно. Ваше гнездо, скажем так? Конечно. Вместе с тем у нас есть четкое распределение обязанностей в семье. То есть на самом деле все заботы по квартире она взяла на себя. То есть это в семье уже на уровне святого. На кухню я захожу три раза в день. На завтрак – обед и ужин. Если я появляюсь на кухне во внеурочное время, это очень жестко. Все говорят на ваше место. Да, тебе здесь делать нечего. Но ей доставляет огромное удовольствие, готовит мне завтрак, обед, ужин. Она настоящая женщина. И она считает, что на кухне мужчине места нет. А может, нужно компенсировать вот это внимание, да? Что вы делаете со своей стороны тогда? Конечно, когда возникает возможность, мы стараемся уезжать из города, находиться. Когда есть возможность и за пределами Украины, это такие короткие минуты общения, когда мы все получаем максимум удовольствия. Если брать именно наш регион, нашу область и наш город, каким вы хотите видеть в ближайшее время? Из чего стоит начинать? Очень много вопросов. В ЖКХ социальные вопросы, политические конфликты. Но из чего распутывать этот кубок? На самом деле механизмы существуют. И с моей точки зрения, такие города, как Запорожье, реально сделать успешными, процветающими, скажем так, с уверенностью населения в завтрашнем дне. На это должна быть воля. То есть те люди, которые находятся сегодня у власти в городе, нужно просто поменять свою внутреннюю философию. Я занимался этим вопросом. У меня есть, например, скажем так, может быть на уровне конкретного примера. Город каждый год проводит определенный тендер для обеспечения жизнедеятельности города по товарам, работам и услугам, которые он потребляет. Из того, что мы посмотрели, из городского бюджета самым банальным образом воруется от 100 до 120 миллионов гривен. Деньги огромные для города Запорожья. Стоимость внутриквартальных дорог в городе, ремонт внутриквартальных дорог под 80, там 100 миллионов сегодня, может быть, с счетом индексации. То есть за год можно во всем городе отремонтировать внутриквартальные дороги. Да, в городе есть масса других проблем. В Ленинском заводском районе, в котором я был в свое время народным депутатом, более 100 улиц и переулков до сих пор не освещены. Думайтесь, крупнейший индустриальный город Запорожье, электроэнергию некуда девать. Такая проблема. Это тоже вопрос можно решить в течение года. Но нам всем говорят, денег катастрофически не хватает. Механизм простой. Введение электронной системы тендеров. Когда бизнесмен и чиновник, которые принимают решения, друг друга не знают в глазах. Так работают многие страны Западной Европы. Сергей Федорович человек, у которого очень большие потенциальные возможности. Огромные. Он человек блестящих деловых качеств. Я думаю, что он в себе сочетает такие качества, как региональный, очень талантливый политик, прекрасный хозяйственник, умный финансист. Знаете, я очень уважаю Сергея Федоровича. Очень уважаю. Я ему желаю, чтобы всегда, во всех ситуациях, при всех проблемах он обязательно выходил победителем. В жизни каждого человека, в жизни каждой стороны, в жизни каждого общества бывают черные и белые полосы. Я считаю, что сегодня Украина проходит такой, скажем, особый этап перехода. Мне бы хотелось надеяться, что все-таки мы входим в белую полосу. Ну, произошла смена власти. Новая власть взяла на себя ответственность. Взяли ответственность. Пожалуйста, управляйте страной, но сделайте так, чтобы население не голодало, чтобы оно не было нищим. Чтобы гордились не... Кабинет и оценника гордился невзятыми кредитами от МВФ. Чтобы он реально научился зарабатывать деньги в стране. И, соответственно, дальше их конвертировать в социальная программа для всего населения. Я знаю, что в любом случае Украина страна с огромнейшим потенциалом. У нас есть население, у нас есть производство, у нас есть ресурсы на территории страны. Это наше богатство. Если мы сможем сделать страну независимой, отстоять ее независимость, кто бы что бы ни говорил. От всех наших друзей не давал. А я в данной ситуации смотрю очень просто. У меня тоже внутренние трансформации происходят. Я за Украину. Я за независимую Украину. От всех. От России, от Европы, от Америки. Я знаю, что у нас есть все для этого. Мы не та страна, которая должна ходить по миру с протянутой рукой. Нам просто нужно научиться избирать тех людей, которые будут работать в интересах общества. Я знаю, что потенциал у нас есть. Если люди, которые сегодня находятся у власти, возьмут на себя смелость исполнять те обязательства, которые они обещали людям, поверьте, у нас все получится. Ему пройдет 5, 10, 15 лет, но мы с вами будем жить в той стране, из которой не будут бежать молодежь. В которую будут возвращаться люди. Это будет первым признаком того, что Украина как самостоятельное, независимое государство состоялась. Я этого искренне желаю. Украина как самостоятельное, независимое государство состоялось. Разговор с новым героем мы обещаем вам в следующем выпуске программы «Личность». Пока же традиционно напоминаем, что всего глазами не увидишь. И почувствовать человека можно только сердцем. Живите сердцем. Всего доброго. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!